всем привет сегодня мы будем лепить резные свечи не обычные которые все привыкли заливать в один цвет в одной форме а резные и мало кто знает как они вообще изготавливаются сегодня мы приоткрываем завесу страшной тайны как же изготавливаются эти свечи из чего они делаются с помощью каких инструментов какой последовательности понятно что все тайны в одном ролике не уместится но часть их вы сегодня увидите и сегодня у нас чудо мастер вячеслав шанима и сегодня вы узнаете как он изготавливает очень красивые свечи ручной работы с помощью ручной резки начнем мы сегодня резать свечу из данной заготовки это заготовка из пищевого парафина вот ней используется фитиль хлопчатобумажный в ней используется фитиледержатель и соответственно это вся заготовка путем окунания и наращивания цветов мы сейчас произведем первую подготовительную работу сначала мы нагреваем свечу чтобы она набрала определенную температуру все это достигается методом практики то есть сразу у вас не будет получаться с первого раза свечка немножко у нас нагрелась для того чтобы увеличить вы видели да что у нас имеются грани эти грани не такие глубокие когда мы их начинаем резать это получается уменьшение объема соответственно для того чтобы эта грань стала более такой явно выраженной вот если смотреть с одной стороны с другой вот мы делаем такую операцию берем определенный резец и углубляем всего лишь на всего промежуток между гранями в итоге у нас получается грань более выпуклая более объемная у которой будет запас для того чтобы можно было нарастить во первых увеличить глубину и соответственно больше нарастить цветовой гаммы на данную заготовочку цветов можно использовать неопределенное количество то есть их трудно сосчитать вот у нас получилось вот такого плана углубления отходы мы их можем использовать для продолжения работы то есть это прозрачный парафин и окрашенный отправляем именно тот цвет который у нас был дальше ту часть которая была срезана мы ее закрашиваем в данном варианте мы получим так как заготовка была прозрачная а мы в первый цвет окунули в желтый то и основная внутренняя часть которая будет работать на просвет будет в срезе желтоватого оттенка не желтого а именно желтоватого если мы оставим и окунем в первый цвет это белый соответственно у нас будет белого цвета база вот так у нем в красный будет розового то есть оттенок светлее и окунем в черный у нас получится серый он внутри все дальше после того как мы набрали цветовую цветовое решение внутренней части мы начинаем набирать покрывать ее белым цветом после каждого раза мы охлаждаем поверхность для чего для того чтобы как можно быстрее нарастить цветовой слой если мы после каждого окунания свечки будем окунать еще раз то свечка набирает температуру и слои не наращиваются а просто расплавляются и стекают перемешивают тот цвет который вы данном случае окунаете зависимость от того какой какой толщины вы хотите иметь покрытие данный в данном случае белым цветом ну вы тоже опытным путем уже определяете потому что температура самого парафина она всегда бывает разная в зависимости от температуры окружающей среды соответственно если прохладно в помещении слой будет наращиваться быстрее если пожарче соответственно он будет наращиваться медленнее и в итоге опытным путем можно определить сколько раз вам нужно окунуть в один цвет после того как вы окунули в один цвет мы продолжаем набирать цветовую гамму опять же ту которую вы хотите нет каких-то градаций определенных что нужно только вот так просто есть цвета которые сочетаются друг с другом есть цвета которые не сочетаются но иногда получается свечка с несочетаемыми цветами выглядит намного эффектнее двух-трех раз окунания в один цвет вам достаточно для того чтобы миллиметровый слой нарастился на болванки соответственно вот сейчас те цвета которые более темные они более выраженные будут но если они будут будут тонким слоем нарощенные они не так красиво смотрятся в срезе я практикую стряхивание воды путем кручение свечки то есть это получается быстрее и не так болезненно для самой болванки почему можно это вытирать вот такой тряпочкой промокать допустим но всегда все равно остается какой-то какие-то капли после того как вы его болванку окунете какой-то цвет у вас капелька получится таким пузыриком его надо будет удалять иначе потом когда вы будете резать это будет четко видно если посмотреть поближе то вот эта болваночка получается идеальная на ней нет ни капелек ничего в итоге с ней приятно работать и вот то что я говорил самом начале мы углубляли каждую грань вы видите она получается такой ровной и очень выпуклой соответственно у нее есть запас для того чтобы можно было резать несколько по одному месту несколько раз и сделать определенную конфигурацию рисунках то есть загибов уже получается намного больше соответственно после того как вы набрали более светлые цвета их нужно контрастировать то есть вы должны их оттенить каким-то более темным цветом хорошо смотрится когда идет допустим желтый зеленый потом темно зеленый и так до черного мы берем контраст и делаем чтобы отделить и вы выделить сам рисунок чтобы он был контрастным смотрелся со стороны черного достаточно но максимум двух слоев и он покрывает разделяет все эти наслоения очень красиво мы из светлого шли на темный а сейчас мы из темного идем на белый вы можете посмотреть сейчас какой будет результат то есть черный не растворяется и вот то о чем я вам говорил посмотрите поближе если вдруг осталась какая-то вода вот получается вот такие пузырьки это нежелательно но убрать их всегда можно то есть с него вода не стряхнулась проведя вот так рукой пузыречки эти все лопаются и как видите вот мы всего три раза окунули в белый парафин и болванка уже белая дальше мы ее можем окунать в любой цвет какой вы хотите но так как мы работали и желтым и зеленым вот мы закончим этими же цветами то есть сочетание белый желтый зеленый дает такое весеннее настроение и получается такое у нас для того чтобы нам закончить покрытие мы окунаем оставляем белый белый вверх дальше окунаем в желтый и получается у нас более такое веселое более веселая расцветка которую мы потом можем связать с весенним настроением как я уже говорил и в итоге у нас получится такая весенняя радость добавим сюда божьих коровок которые у нас имеются то и дополнительно они крепятся по окончанию резьбы самой свечки после чего они закрепятся у нас также парафином вот но в этом есть один недостаток используя инородные какие-то вещества предметы мы поджигая свечку мы же ее все-таки будем использовать как свечу мы получаем дополнительное горючее вещество и соответственно когда мы планируем ее все-таки зажечь все эти дополнения желательно снять это все меры безопасности если вы используете те же божьи коровки которые отлиты из парафина и вы их крепите на свечу их снимать не надо то есть они уже у вас как готовое дополнение вот мы приготовили болванку в данном случае если у вас внизу собралась вот такая такие сосульки сталактиты мягко говоря вот после среза у них получается вот такая структура рисунок вот вы можете просто их собрать вместе и держать рукой как бы свечку вам получается удобно но мне неудобно я отказался от этого способа вот я держу свечку так как она есть почему я всегда чувствую температуру свечи и у меня есть время на раздумья то как долго можно работать с этой с этой свечой то есть упрощается процедура резки если я оставлю данный данные кончики у меня уже не те ощущения получаются таким образом при производстве свечей мы используем специальные красители и которые предназначены именно для парафина почему в данном случае красители химические не растворяются парафине он жирный для этого используются специальные жировые красители чем я работаю я работаю ножами которые я делал сам для себя то есть это ножи не специально для резьбы по парафину в начале я их делал из подручных средств потом я все-таки нашел выход из создавшегося положения желательно чтобы это было нержавейка раз а второе это должен быть очень тонкий материал металл сам по себе который хорошо держит лезвие который хорошо протирается любой тряпочкой почему если у вас будет на ноже хоть немножко парафина он тут же прилипает к вашему срезу я нашел выход взял обыкновенные мастихины для скульптурных работ они очень гибкие 1 2 у них очень тонкое полотно 2 3 хорошо затачиваются для резьбы по именно по структуре парафина вот их достаточно просто шлифануть на наждачной бумаге и они уже заточились у них соответственно удобно и само по себе расположение то есть для того чтобы вам подобраться под сделать срез определенный вам достаточно уже вот этого изгиба он идет все и работа как бы удобно когда вы работаете плоским ножом им тоже обыкновенным ножом если брать вот такого плана но просто лезвие должно быть длиннее вы поймете в чем разница в данном варианте мы сделали немножко большой срез который уменьшил вот эту выпуклость и мы ее можем компенсировать рисунком очень тонкий срез он будет всегда складываться у вас должен быть минимум 2-3 миллиметра толщина среза тогда вы можете делать любой загиб любой рисунок на данной свечки соответственно у вас есть запас прочности самой свечи когда она остынет получится хороший красивый рисунок если этот срез получится у вас допустим тот же те же пол миллиметра они будут держаться но застывая парафин вещество хрупкая как бы там ни было чем больше используется парафиновых но именно чисто парафиновых изделий в данном варианте то есть это косички всевозможные всевозможные там срезы вот с таких отходов тем качественнее получается у вас свеча более экологически чистая более пожаробезопасны и вот у нас получился вот такой вариант для того чтобы нам закончить цветочки мы берем специальный резец который вырезает вот такую внутреннюю полосочку из это закручиваем ее в косичку вас получается симпатичная косичка но и в то же время намного интересней срез а резец обыкновенной галочка вот самое простое изготовить вот такие резцы вы берете обыкновенную жестяночку загибаете ее буковкой в английской и в итоге у вас готовый резец и тем более что жестяное полотно тоже очень легко напильником наждачкой затачивается опять же все это делается под свою руку вы можете ее сделать просто из металла а можете сделать с деревянной ручкой чтобы удобнее было держать чтобы практичнее было безопасней если взять по комплектующим для свечей то используется прежде всего парафин марки p2 это пищевой парафин который используют в пищевой промышленности им пропитывают короба ящиков для масла им пропитывают фантики шоколадных конфет чтобы они не не были жирными если смотреть какой использовать фитиль фитили вот у меня лежат здесь передо мной если мы берем вот допустим данную свечу как ней нужно подбирать определенный диаметр самого фитиля в данном случае при горении свечи у нас фитиль только поддерживает горение а горят пары парафина соответственно фитиль не должен быть из одной нити он плетеный имеет вид косички это желательно чтобы он был такой почему в этой косичке больше содержание воздуха соответственно фитиль не погаснет кислород поддерживает как вы знаете у нас горения и в итоге у вас получится что пока фитиль тлеет за счет того что в нем есть воздух пары парафина пропитывают сам парафин пропитывает и фитиль испаряясь пары начинают гореть дальше мы возьмем божьи коровочки пока свеча сейчас резалась верхний слой отдавал температуру внутрь за счет этого как вы видите почему я говорил опускается срезаны эти если бы они были еще тоньше они бы еще больше опустились но вопрос этот решается после того как только закрепится у нас сама свеча там рисунок мы сделаем так то есть должно быть не так много всех этих навешанных бабочек и божьих коровок но в то же время они с каждой стороны должны как-то просматриваться и это становится намного веселее интересней таким образом мы поправляем где-то осевший рисунок пока это все мягкая вот после закрепления мы еще можем его поправить но в итоге мы ее берем свечку и окунаем прозрачный парафин это своего рода предварительное лакирование то есть вот сейчас если посмотреть близко она стала мутная и как бы рисунок не такой контрастный яркий после того как мы ее окунем воду на свечку она стала более такая контрастная в то же время если по свече постучать она уже получается более жесткая более плотная дальше мы возьмем специальный резец не более удобно и более эстетично смотрится когда вот такой резец лопаточкой им вырезается вот таким образом ну такая абстрактная ромашка это принцип той же ванночки только более окультуренной вот чтобы края которые у нас при резьбе немножко надрываются потому что сама по себе ромашка большая мы ее выравниваем в данном варианте свеча готова готова к тому чтобы ей вывеситься как говорится и застыть да потому что внутри болванка все равно еще теплая можно использовать фитили вплоть до того что они деревянные то есть мелкая стружка пропитывается определенным составом принцип работы тот же самый что и хэбэшного фитиля но используется вот именно хэбэ или дерево дерево не хвойных пород так как парафин вещество очень легкоплавкая желательно не выставлять напрямую лучи солнца чтоб не попадала солнце напрямую но в то же время в теплое место поставить можно данную свечу так как болванка изготавливается вот тут можно даже сравнить вот это болван очка и вот это вот это чистый парафин вот эта болванка с 20 процентным составом стеарина соответственно температура плавления у нее увеличивается в среднем где-то на 20 градусов 15-20 градусов это раз если данный вид парафина чистый вы его при температуре в 50 градусов можете лепить им и как из пластилина вот этот парафин с смешанный со стерео стеарином после 60 градусов вы сможете его только размягчить соответственно для того чтобы эти свечи были более тепло стойкие чтобы они имели форму и добавляется ну пределах 20 процентов состав от объема добавляется стеарин если вы будете держать их над ну допустим на подоконнике куда попадают прямые лучи солнца соответственно там температура нагревания будет уже доходить до 50 60 градусов это не выдержит если вы просто на свету их держите не прямые лучи солнца там непродолжительное попадание прямых лучей солнца и ей абсолютно ничего не будет она довольно таки упругая довольно таки тепло стойкая но опять же время горения как только вы зажжете вот эту свечу и свечу со стеарином ваша свеча из чистого парафина сгорит в два раза быстрее соответственно во первых увеличивается срок службы вашей свечи время горения увеличивается увеличивается и и тепло стойкость и опять же в стеариновом у них если постучать вот этот парафин они просто даже отличаются по звуку соответственно у вас если вы используете свечу как украшение интерьера вы ее можете стеариновую протереть влажной там тряпочкой сухой тряпочкой потому что пыли все такое прочее но пыль она есть везде пыль как говорит и и